Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Эй, мужик, стой! Окликнул Колю мужчина на дорогой иномарке. Был прохладный осенний вечер, темнело. Николай едва переставлял ноги после тяжелого рабочего дня. На рынке он подрабатывал разнорабочим. Это была торговая точка знакомого, Игоря. Он помог Коле в трудную минуту, устроив туда. Собственно, дом у Коли тоже был. Старенькая развалюха под снос, что стояла особняком возле реки у самого берега. Саманный домик давно был признан аварийным. Крыша в двух местах сильно просела. Стены были выкрашены краской, как бывало раньше, до середины синим, дальше белым. Его еще бабушка красила. Мама Коли прожила недолго. Он рано вкусил сиротство, и дальше все пошло под откос. Случайно оказался не в том месте и не в то время. Получил срок за компанию, а потом уже было не до чего. На работу не брали, учиться возможности не было. Одиночество и чувство, что этот мир не принимал его, пропитало Николая целиком. Теперь он просто шел по улице, радуясь, что скоро день закончится и можно спокойно погрузиться в сон, забыв о реальности хоть на несколько часов. «Вы что-то хотели?» – спросил Коля. Он не привык, что к нему обращаются такие люди. Мужчина в машине был гладко выбрит, его волосы зачесаны назад, смазаны гелем. На нем была черная рубашка, расстегнутая на две пуговицы, а из салона разила крепким мужским парфюмом. «Послушай, нужно вывезти одну вещицу у меня из дома. Старинный комод. Започу тебе сверху, если сделаешь все сегодня. Я обещал свои еще недели назад, а сегодня она прилетает из Дубая. Увидит, что эта рухля все еще в доме, мне не поздоровится». Мужчина в машине сально улыбнулся. «Вывезти? А куда?» «Да куда хочешь. Хочешь до ближайшей мусорки, может кому понадобится. Дотащить его только надо, понимаешь? И не поцарапать паркет, конечно. Нанимать грузчиков времени нет, выручишь, а? Я сейчас еду встречать ее». Коля заметил, что на переднем сиденье автомобиля лежит шикарный букет. Видимо, для не менее шикарны женщины. Живут же люди. И почему одни все, а другим ничего? «Да, хорошо. Могу, конечно. Садись тогда». Машина остановилась. Коля сел на заднее сиденье, отметив, что впервые находится в таком дорогом авто. «Комод старый, ручной работы. Нужно просто вынестись дома. Как говорит моя заюшка, он нагоняет на нее тоску. Старьем от него воняет. Можешь продать его, да что хочешь делай. Весь твой». Подъехав к частному дому, Коля снова удивился тому, как роскошно могут жить некоторые. Войдя внутрь, богач показал ему старинную мебель, которая явно не вписывалась в современный интерьер из блеской керамики. «Мне уже пора, мужик. Не в службу, а в дружбу. Ключи оставлю тебе. Ты их кинь потом под коврик, ладно?» «А не боишься, что я что-нибудь украду? Ты же меня с улицы подобрал?» – спросил Коля. Богач усмехнулся и достал из кармана смятые пятьсот рублей. «Вот тебя за работу. Эх, думал, у меня есть крупная наличность. Все на карте. Ладно, хватит тебе, думаю, да?» Коля скромно кивнул, приняв оплату. «У меня камера везде, так что не боюсь. Да и ты, мне кажется, мужик нормальный. Спасибо, друг. Бывай». Богач чуть ли не бегом вернулся к машине. Коля подумал, что он, вероятно, очень счастлив, раз так торопится к своей жене. Вдруг в доме послушался крик. «Помогите!» Это был отчетливый женский вопль. Коля подумал, что внутри никого нет. «Вот дела». Он поспешил наверх. «Нужно было понять, кому здесь нужна помощь. Может быть, горничная упала с лестницы, вешая занавески. Ну что еще там могло быть?» Он вбежал в комнату на втором этаже, откуда шел звук, и оцепенел. У большой кровати лежала очень бледная женщина. Она лежала на животе и бессиленно махала руками. «Что с вами?» Коля подлетел к ней и помог лечь на кровать. «У меня травма, ноги не слушаются. Я, кажется, скоро умру». «Спасибо», отдышавшись, сказала она. Коля заметил, что женщина была еще молода, чуть за тридцать. У нее были черные вьющиеся волосы чуть ниже плеча, черные брови полумесяцем, пухлые губы. Мертвенная бледность сделала ее еще более выразительной. Большие глаза буквально сверлили Николая. «А я думал, в доме никого нет. Меня хозяин впустил». Начал оправдываться он. «Понятно, муж». «Погодите, что? Муж?» «Светленький мужчина в черной рубашке, это ваш муж?» Начал описывать его Коля. «Как он мог быть ее мужем, если поехал встречать свою зайку?» «Да, мы живем одни, никого другого тут нет. Это мой муж. Он делает ремонт, а я вот умираю. Знаю, что у него есть другая, им не терпится меня закопать, выбросить все мои вещи и пожениться. Знаете, Боря всегда был альфонсом. До меня. Он встречался с женщиной, которой было за пятьдесят, а ему тогда еще не было и тридцати. Промотал все мои деньги, разорил бизнес. Мне даже операцию не на что сделать. У нас такие не делают. В Москву надо ехать, а денег-то нет». «А если продать этот дом, машину, разве не наберется нужная сумма?» спросил Николай. Она смутилась. «Ты прости, я тебя напугал, да еще и загрузил своими проблемами. Деньги, может, и можно найти, да только Борис не хочет. Говорит, что проживу я с этой болезнью всю жизнь, а операция вообще может меня убить. Только вот мне все хуже. Знаю, что скоро умру. А он только этого и хочет похоже». Я уже не удел. Он забрал бизнес, когда я в первый раз легла на операцию. Потом были еще операции, но ничего не помогало. Нужна, похоже, еще одна, но очень дорогая. «Мне кажется, я могла бы после нее жить полноценной жизнью хоть до ста лет. Ну, во всяком случае, так говорят врачи. И, конечно, риски есть всегда. Однако Борис сказал, нет денег, да и зачем рисковать? У него давно есть любовница, а ко мне три раза в день приходит соседка. Он ее нанял следить за мной. Вот так-то. А ведь я выходила за него, будучи богатой наследницей. Боря нашел другую, и до меня нет никому дела. Я упала, и, если бы не ты, лежала, мне кажется, тут только до прихода соседки. А она придет уже утром». Коля стала жаль ее. Она была настоящим скелетом в шкафу богача. «Меня зовут Коля». «Марина». «А почему ты упала? Хотела что-то?» «Воды из тумбочки». Коля подал ей стакан, и она жадно его осушила. Парень пригляделся к ней и заметил, что она достаточно симпатична. Ее глаза будто улыбались, несмотря на болезнь. «Вы меня простите, конечно, но ваш муж просто ужасный человек. Нельзя так относиться к близким». «Вы мне лучше скажите, что он попросил вас сделать? Почему вы вообще здесь?» «А, попросил вынести комод». Из ее глаз брызнули слезы. «Что? Что такое?» – спросил Коля. «Этот комод сделал мой отец своими руками. Он дорог мне, как память. Хотя, какая уже разница? Ты только береги его, ладно?» – Коля кивнул. Он спросил, не нужно ли чего еще, и, получив отрицательный ответ, ушел. Комод оказался добротным, и чтобы его вытащить из дома, потребовалось немало сил. А дальше Николай позвонил своему соседу. Тот был пьющим и польстился на деньги. Пришлось отдать ему те самые 500 рублей, что заплатил богач. Через два часа комод стоял на небольшой кухоньке. Он занял пустующее место у стенки, где раньше был шкаф. Не так давно Коля избавился от него, поскольку тот полностью пропах старьем. На следующий день он взялся чистить комод. Решил сложить в него посуду и другие вещи. Протирая полки, обнаружил, что одна из них не прикреплена, как остальные. Она выдвигалась. Коля вытащил ее, чтобы протереть пыль за ней, и, к своему удивлению, обнаружил, что внутри было отверстие. Из него прямо в руки выпали документы, сложенные в файл. На них было много печати, подписей. Все выглядело весьма серьезно. Некоторые бумаги были на английском языке. Речь шла о какой-то компании, о завещании на имя Мариной Лесиной. Судя по всему, это была та самая хозяйка, умирающая. Коля спешил на работу, на рынок, и решил прихватить документы с собой. А после работы заглянул к Игорю, своему знакомому, и показал находку. «Не все понимаю. Что это такое? Это важные документы, и их нужно вернуть хозяйке? Или, может быть, что-то вроде давно истекшей гарантии на холодильник?» Друг Николая был человеком грамотным. Он надел на нос очки и прочитал бумаги. Это длилось около получаса. Коля уже успел заскучать. «Ну, дружочек, это важные бумаги. Если они тебе не нужны, я бы оставил их у себя». Коля нахмурился. «Они ведь не принадлежали ему. Он не мог просто подарить их. Кроме того, слишком хорошо знал Игоря. Если он хотел бы оставить их себе, значит, бумаги действительно ценные». «Нет, извини, мне нужно их вернуть. Они ведь не мои». Игорь кивнул, пожал плечами. Забирая документы, Коля чувствовал, что товарищ мнется, будто не хочет отдавать. Пришлось едва ли не выдергивать их у него из рук. Коля попрощался и пошел. Но уже у выхода Игорь нагнал его. «Постой. Тебе же ничего не будет. Скажи, что потерял. А продай их мне, а. Дам хорошие деньги. Сто тысяч. Купишь себе. Да что угодно». Коля поднял брови. «Гарик, нет. Я же сказал, нужно вернуть. Там такая ситуация, что нельзя поступить по-другому. Они могут спасти человеку жизнь. Прости, не могу». Игорь кивнул. «Ладно, ничего. Бывай». Они пожали руки, попрощались. Коля стало страшновато. Он не был близко знаком с Игорем и слышал, что тот был способен на страшные поступки. Если эти бумаги настолько ценные, что он готов был выложить за них сто тысяч, вероятно, их не стоило нести домой. Коля подумал, что в его лачугу могут забраться, пока его не будет. Поэтому по дороге он зашел в парк. Подошел к дереву, что стояло у самого выхода, и засунул документы аккуратно в дупло. Оно было глубоким. Раньше там жила белка, но ее не было видно уже год. Объема дупла было достаточно, чтобы положить внутрь свернутой бумаги. Едва ли кто-то сюда сунется в ближайшее время. А если и сунется, то, вероятно, станет обладателем весьма серьезных документов. Что ж, Коля понимал. Другого варианта у него нет, как обезопасить эту находку. Ведь не было ни друзей, ни знакомых, которым он мог бы такое доверить. А его дом даже не запирался на замок. Ведь Коля едва сводил концы с концами, и брать у него было решительно нечего. До этого дня. Ближе к вечеру, когда он уже погасил свет, в дверь постучались. «Что надо?» – спросил он грубо, не открывая. «Любезные, мы пришли забрать бумаги. Они нужны одному человеку. Вот тебе десятка. Десять тысяч. Отдай бумажки и разойдемся миром. Не отдашь по-хорошему. Все равно найдем и заберем так. Будешь битый и грустный. Без денег и без бумаг». Коля понимал, что ему не отвертеться. «Вы от Игоря?» «Не важно. Мы за бумагами. Они ведь тебе не принадлежат. Отдай так. Давай не будем мотать друг другу нервы». Коля вышел на крыльцо и увидел, что к нему пожаловали в гости четыре крупных парня. В руку ему вложили деньги и стали смотреть на него в ожидающие. «Но я ведь вернул документы владельцу, объяснял уже. У меня их нет». «А мы все равно найдем. Вскроем даже полы в твоей лачуге. Отдавай сам». Коля вздохнул и отошел от двери, пропуская незванных гостей в дом. «Но по-плохому так по-плохому». Один из них прошел внутрь, другой принялся бить Николая. Тот попытался оказать сопротивление, но это было бесполезно. Его держали двое, а остальные били. Сломали палец, но Николай продолжал твердить, что документов нет. Дом был перевернут с ног на голову. Они не шутили, когда сказали, что будут отрывать доски от пола. Полы были вскрыты. Не все, конечно, но некоторыми местами. Все это продолжалось пару часов. «Ладно, парень. Бог с тобой. Пошли, ребят. Нет у него ничего. Значит, действительно вернул. Сволочь». Палец отскинул. Дотронуться было нельзя. Коля вправил его сам, крича от боли, и перемотал бинтами. Умылся, смыл кровь с лица и лег спать. Сил не было ни на что. Да уж, не ожидал он такого от Игоря. Работу придется искать новую. Связываться с таким гнилым человеком больше не хотелось. Весь следующий день он промучился от боли. Сходил в итоге в травмпункт, где ему наложили гипс на сломанный палец. Провел там три часа. «Заявление будешь писать?» спросил врач, прекрасно видя, что парня избили. «Нет, не буду». «А если вернуться?» спросил он. «Не вернуться. Не зачем возвращаться». Из больницы он направился прямиком в парк. Достал документы и, озираясь, пошел к дому богача. Приятно грело душу то, что вчерашние бандиты в припадке жестокости забыли забрать деньги. И у Коли на руках осталось десять тысяч, на которые он собирался купить себе одежды и еды. Плюс можно будет заплатить за коммуналку немного вперед. Он делал так, потому что зимой часто болел и работать не мог. А счета были просто баснословными, не по его карману. Коля пришел к дому богача. Войти внутрь не решался. «А что, если бандитов нанял именно он, а не Игорь?» Такая мысль гуляла в его голове. Но он был почти уверен, что все-таки перелом – дело рук Гарика. В итоге прождал больше часа. Когда хозяин уехал, Коля тихонько пробрался в дом через единственное открытое окно. Пролез как вор и тихонько вошел в спальню Марины. Она спала или дремала, но звук открывающейся двери ее взбодрил. «Что ты здесь делаешь?» – перепугалась она. Выглядела женщина еще хуже, видимо, болезнь ее ослабляла. «Я кое-что принес тебе. Нашел в том самом комоде, который вы мне подарили. Ты рассказывала, что его делал отец, а там очень ценные бумаги. Может быть, они позволят тебе сделать ту самую операцию?» Марина нахмурилась и принялась изучать документы. Она была человеком образованным, знала три языка и без труда поняла, что перед ней. «Боже мой! А мы с мамой не могли понять, куда отец вкладывает деньги. Даже забыли уже о них. Он ведь был богат, а после смерти оставил только этот дом и компанию. Но денег-то явно было больше. Вот где они все. И вот почему он всегда твердил мне, чтобы я берегла этот комод и содержала его в чистоте. Знал, что я найду бумаги. У него всегда было много врагов. И он боялся афишировать, что настолько богат. Даже его завещание не отражало всей правды. Вот они. Боже мой! Это же огромная сумма. И тут все готово. Осталось только обналичить. Коля улыбнулся. «Так это ж здорово! Ну, я рад, что твои дела пойдут в гору. Все тогда. Пойду я». Казалось, он лишний теперь здесь. «Погоди. Во-первых, спасибо тебе, ведь ты мог оставить все себе. С юристом можно запросто снять эти деньги. Тут все данные есть. Но ты принес это мне». «Да, порядочно сегодня удивляет людей. А ведь это совершенно нормально». Марина улыбнулась. «Верно. Но все равно спасибо». «А что во-вторых?» — поинтересовался он. «А во-вторых, мне нужна твоя помощь. Муж просто заберет все себе и сгноит меня. Нужно бежать, но я не могу». «Ну, если хочешь, давай заберу тебя. В городе есть гостиница, где можно недорого снять номер на чужое имя. Там не спрашивают паспорта. Хочешь, увезу тебя туда и буду приглядывать. А ты снимешь деньги и, наконец, поедешь в клинику». «Да, хорошая идея. Ты меня просто спасешь. Но я не могу идти сама. Да и денег у меня пока нет». «Ничего. У меня найдутся», — улыбнулся Коля. Марина пригляделась. «Тебя как будто избили. Случилось что-то». Коля рассказал, что сначала показал бумаги одному жадному товарищу. И тот прислал бандитов по его душу. «Ты просто герой. Серьезно. Это уже необычная порядочность. Ты пожертвовал собой. Знаешь, я не останусь долгу, честно?» «Да ладно уже. Я же не подачки просить пришел, а помочь человеку в беде. И это никакое не геройство. Хотя я понимаю, почему тебя это так удивляет. Твой муж, судя по всему, не самый порядочный человек». «Не то слово», — ответила она. Коля помог ей подняться. Собрал вещи, на которые она указала. Получилось две увесистых сумки. Зато Марина взяла все. Написала записку мужу, что уезжает в хоспис, не хочет мешать строить ему новую жизнь. И просила не искать ее. Он должен был купиться. Спустя полчаса Марина вошла вместе с Колей в отель. Они представились мужем и женой. Николай объяснил, что супруга болеет, и он будет ухаживать за ней. Сказал, что в городе проездом. Придумал себе красивую творческую профессию, скульптор. Никто не знает именитых скульпторов лицо, а люди творческого склада часто выглядят неопрятно. Это свойственно их личности. Так что нерешливый вид Николая не вызывал подозрений. Они мило пообщались с консьержем и вскоре остались в номере вдвоем. «Теперь некому будет за тобой ухаживать. Хочешь, останусь?» – спросил он. Было неловко. Он только сейчас осознал, что ей нужен уход. Нужно помогать ей ходить в ванну, принимать душ. «Это мелочи, я постараюсь сама». «Нет, я все-таки останусь», – сказал серьезно он. Весь вечер они проговорили о жизни. Николай рассказывал о матери, о том, как было тяжело без нее. И вдруг осознал, что очень одинок. Как, впрочем, и Марина. Ее родителей давно не было, а она в поисках близости сошлась не с тем человеком. И теперь вынуждена была мучиться своим выбором. Они поженились с Борей, и у нее после этого начались проблемы со здоровьем. Одна операция, другая, третья. В итоге, за четыре года, пока бизнес был полностью в его руках, они потеряли весь доход. Пришлось распустить штат и продать офис. Сейчас то, что осталось от бизнеса, помогало лишь не умереть с голоду. Когда врачи сказали, что можно сделать операцию, которая все нормализует, я была счастлива. Я ведь так устал от этой медицины. «А что с тобой вообще?» – спросил Коля. «Это что-то с щитовидкой. Но не хочу утомлять тебя подробностями, но есть способ вернуться к жизни. Если успею, если не поздно». Боря же наотрез отказался. Сказал, что это опасно. Он детей хотел. А эта операция, если пройдет неудачно, может лишить меня возможности родить. Ну и кроме того, всегда есть вероятность, что я просто не переживу операцию. «Всегда?» «Да. Наркоз – это ведь риск». «Но ты все равно готова?» «Я на все готова. Хочу жить». Он взял ее за руку. Совершенно незнакомый человек, бродяга, вдруг стал таким близким. Следующие пять дней они провели вместе. Коля купил ей телефон, оплатил гостиницу из своих денег, приносил еду. Марина тем временем нашла юриста, который помог обналичить часть средств. Как только деньги оказались у нее на руках, она решила помочь Николаю. Ведь он рассказал ей, в каких условиях живет, почти на улице, в аварийной лачушке, которая каждый день может его убить, если все же развалится. Она понимала, что должна помочь ему, но не знала, как именно. Деньги он не возьмет. В итоге оплатила ему номер, в котором жила сама на два месяца вперед. В оплату входило трехразовое питание. А еще оформила карту на его имя и положила на нее внушительную сумму. «Только не ругай меня, пожалуйста. Завтра я улетаю в столицу, я уже договорилась обо всем. Я тут оставил тебе кое-что. Ты ведь потратил на меня последнее. Даже не знаю, где ты взял их, не работая. Хочу, чтобы у тебя была крыша над головой. Чтобы ты был в тепле, сытый. А эта карта, деньги на ней твои. Знаю, это неудобно, но возьми, пожалуйста. Ведь я должна тебе». Коля покачал головой. «Да прекращай ты. Ничего я не возьму у тебя». «Да слушай, мне предстоит серьезная операция. А я буду переживать, если буду знать, что ты вернулся в ту развалюху. Так нельзя. Врачи это не рекомендуют. А ты ведь почти на улице живешь». Марина обняла его. Коля ничего не сказал. Он просто не знал, как реагировать. Деньги, конечно, в его ситуации были не лишними, но брать их он не хотел. Отказать сейчас было сложно. Поэтому он просто промолчал. «Скоро такси приедет. Мне нужно, чтобы ты помог мне дойти». Она улыбнулась. А он вдруг понял, что Марина намного привлекательнее всех женщин, каких он только встречал. Она была без косметики, без нарядов. «Ладно, поговорим об этом, когда вернешься. Но деньги я не возьму. Хотя, раз уж ты оплатила номер, то, пожалуй, останусь здесь». «Вот и отлично». Он посадил ее на самолет и вернулся в отель. Без нее стало пусто. Марина позвонила вечером. «Представляешь, можно без операции. Мне сказали, я могу попробовать медикаментозное лечение. Оно, правда, еще дороже, но должно помочь. Ну, а не поможет, тогда уж под нож». «Ну, это здорово. А лекарства они как временно помогают?» «Нет, терапия должна нормализовать работу гормонов. Нужно будет только контролировать все потом. У меня оказалась редкая патология. Врачи долго не могли понять, что происходит. А из-за гормонов начались другие проблемы с организмом. «Слабое здоровье у меня. Но, кажется, я буду жить». Коля улыбнулся. Он слышал, что Марина уже не хоронит себя. Когда он увидел ее впервые, она говорила с ним как обреченная. Он даже подумал тогда, что у нее онкология. Благо, ее болезнь на самом деле поддавалась лечению. «Я очень рад. И жду тебя. Возвращайся скорее». «Мне кажется, я пробуду здесь дней десять. Если они увидят, что таблетки помогают, то отпустят домой. А если нет, будем думать об операции». Следующие десять дней Марина и Коля говорили по телефону часами. Они скучали друг по другу, обсуждая всякие глупости, фильмы, политику. Говорили обо всем и ни о чем, словно подростки. А на десятый день Марина сообщила, что возвращается. Лекарства помогли. Она уже могла самостоятельно ходить, и у нее появились силы жить. Коля встретил ее в аэропорту и увидел, что она изменилась. Она стала еще привлекательнее. На ней было немного косметики, но она купила новые вещи, сходила в салон красоты. «Сдорово выглядишь», – сказал он. Сам Николай тоже не сидел все это время без дела. Нашел подработку на другом рынке, подальше от Игоря с его головорезами, и заработал себе на новую одежду. Живя в гостиничном номере, ему не приходилось тратиться на еду. Постригся, купил новые бритвенные станки и тоже стал выглядеть иначе. На него даже стали засматриваться женщины. Коля был симпатичным. В день, когда Марина приехала, они наконец признались друг другу в своей симпатии. Сутки провели в объятиях друг друга, а потом Марина подала заявление на развод. Тем же вечером ей позвонил Борис. «Что такое? Развод? Ты же сказала, что в хосписе, что умирать поехала!» – удивился он. Марина не знала, что на его плече в тот момент висела любовница, капризная блондинка Марианна, или, как он ее еще называл, зайка. «А тебе что, только того и нужно было? Впрочем, не важно». «Стоп! Так ты не умираешь? Просто мне врачи сказали, что…» «Боже, какой ты ужасный человек! Нет, я не умираю. И я с тобой развожусь. Где ты вообще взял этот номер?» «Пробил через знакомых», – выдал он. «Не звони мне, пожалуйста, больше. У тебя есть любовница? Оставайся с ней». «Я думал, что ты умрешь, мне было тяжело. Пойми меня, пожалуйста. Может, я и не хочу развода». «Зато я хочу». Марина положила трубку. «Надо же, какие откровения!» А ей он врал, что она не умрет. У Бориса в тот самый момент произошел серьезный разговор. «Ты не хочешь развода? Что ты такое говоришь?» – блондинка надула губы. «Марианна, милая, я просто не хотел делить имущество. Этот дом ей подарили родители. Суд оставит его ей. А компания почти прекратила свое существование. Мы ведь останемся ни с чем. Нам это просто невыгодно. Может, она все же умрет, а? Нужно просто потянуть с разводом. Я пытался ее отговорить». В этот момент Марина почувствовала, что может потерять его. А он в ее глазах все еще был весьма привлекательным. «Это хорошо, потому что скоро нас будет трое». «Что?» – удивился Борис. Он уставился на нее голубыми глазами, не зная, как реагировать. «Я беременна. Не хотела говорить, но решила, что ты должен знать. Срок еще маленький, но УЗИ все подтвердило. У меня первый семестр». «Триместр. Это называется триместр». Поправил он ее и нежно обнял. Борис мечтал о детях. Заставил Марину пройти курс медикаментозной терапии, когда они поняли, что у них не получается. После этого начались сбои. Видимо, гормональная терапия спровоцировала ряд изменений и в без того нездоровом организме. Это послужило толчком или просто усугубило уже существовавшую проблему. Но с того времени у нее все пошло под откос. И было уже не до беременности. В какой-то момент Марине стало лучше, и они оба прошли обследование. Но перед тем, как получить результаты, Марина потеряла сознание и чуть не умерла. Падая, она ударилась головой. Получила внутричерепную гематому и ей сделали операцию. Боря сильно тогда переживал. После операции ее дополнительно обследовали и выявили проблему с эндокринной системой. Врачи заговорили о необходимости лечения. Одна болезнь провоцировала другую, третью в итоге ей становилось только хуже. Когда доктора сказали, что она может умереть, а операция стоит слишком дорого, Борис просто смирился. В то время у него и появилась Маринна. Бракоразводный процесс протекал с массой осложнений. Боря затягивал как мог, но, видя бодрую и стоящую на своих двоих, Марину понимал, но вдовство ему уже надеяться не стоит. Ему захотелось поговорить с ней, выяснить, что произошло и как так, что она пошла на поправку. Для этого он предложил встретиться. Марина пришла на нее и рассказала, что нашла лечение. Не вдаваясь в подробности, лишь уточнила, что он сам стал причиной ее выздоровления. «Я?» «Как это?» спросил Борис. «Ты решил выбросить комод. А если бы его не тронул, возможно, меня уже не было. Но ты нанял человека, чтобы его вынести, и в тот самый момент моя судьба изменилась». «В комоде что-то было, да?» догадался он. «А это уж не твоего ума дело. Завтра мы все разделим. Это будет последнее слушание. И я, наконец, освобожусь от тебя». Борису стало обидно, что она так счастлива, а он нет. Мария Анна же давила в него. Говорила, что хочет пышное свадебное платье, хотя Боря даже не делал ей предложение. В зале суда Марина честно рассказала, какой ужас пережила. Слыша, что в соседней комнате муж развлекается с другой. При таких обстоятельствах суд точно должен счесть, что супруг едва ли заслуживает что-либо получить. Борис понял, что сейчас останется с носом, и взял слово. «Да, я познакомился кое с кем, но я всегда следил с женой. Я нанял ей сиделку. Я ведь тоже человек. У меня тоже есть потребности. В любви, заботе. И я не виноват, что сильно влюбился в другую. Но не посмел оставить умирающую жену. Такие обстоятельства. Мне жаль, что ты все слышала, но я не думал, что так получится». Говорил он слезливо. «А сейчас мы ждем ребенка. И я просто хочу развестись. И пусть нас рассудят по справедливости». «У тебя не может быть детей, Боря». Когда мы обследовались, врач прислал мне результаты. «Мне тогда было плохо. Была операция, и я забыла сообщить тебе. А больше мы не говорили об этом. Ты бесплоден. Так что я бы на твоем месте уточнила у любовницы, кто отец ее ребенка». Сказала она. Марианны в зале суда не было. Судья вздохнул, глядя на Бориса. И вскоре был вынесен вердикт. Боря получил сущие крохи. По сути, только то, что заработал сам. Все осталось Марине. Вернувшись домой, Борис выпил. Марианна вернулась поздно вечером. И от нее тоже разила спиртным. «Мы с подружками посидели. Да я пару гладков все выпил, и честно. Это не навредит ребенку. Беременны, можно немного алкоголя. Не переживай», – сказала она. «Знаешь что, а я ведь бесплоден», – сказал он. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. После них повисла мертвая тишина. Марианна буквально застыла на месте. А затем тихонько села рядом с ним. А я не знала. «И чей это ребенок?» – спросил он. «Нет ребенка. Я думала, что беременна, но оказалось, что нет. Мне потом не хотелось тебя расстраивать. Подумала, что еще успею забеременеть. Ты ведь так хотел малыша». Борис понял, что все было обманом изначально. Она просто хотела его денег. Хотела захомутать, чтобы он ее обеспечивал. «Понятно. Ну, собирай вещи. Я не хочу больше тебя видеть», – сказал он. Марианна гордо подняла голову, собралась и уехала на такси. Но надеялась, что он еще одумается. В то время Марина и Коля переехали вместе в небольшую квартирку в центре города. Дом Марина вскоре продала. И на эти деньги купила новое жилье. С тем домом были связаны самые тяжелые воспоминания. Смерть родителей. Ее болезни и мысли о скорой кончине. Она решила начать все сначала. А Коля сделал ей предложение, и она уже собиралась взять его фамилию. Готовилась стать Мариной Калугиной. Присматривала себе платье. Коля же работал в ее новой компании, которую она основала не так давно. Ей стало значительно легче, и она занялась бизнесом. В отличие от Бори, Марина умела вести дела. Она была единственным ребенком в семье, и отец приучил ее к труду. Обучил всем азам. Так что она открыла компанию, наняла старых сотрудников, самых преданных которых знала много лет. У нее много осталось связей. От пожарной инспекции до рынка сбыта товара. Так что дела довольно быстро пошли в гору. Однако, она все еще лечилась. Теперь уже смогла заниматься спортом. Сил стало больше, но лечение продолжалось. И Марина берегла себя, перекладывая часть обязанностей на Колю. Он же стал носить деловые костюмы. И понял, что они ему жутко идут. Работа ладилась. Он легко находил с людьми общий язык, потому что выглядел, как бог в дорогих костюмах. А общался со всеми, как простой человек, умудренный жизнью. Добрый и понимающий. Его любили все в новой ферме. Марина же, глядя на него, понимала, что не ошиблась. Она была влюблена. Спустя пару месяцев в ее дверь постучались. К ней пришла Марианна. «Ты меня не знаешь?» Начала она. «Я пришла поговорить о Коле. Я называю его Колесик. Так и хочется это сказать. Уж прости». Марина, непонимающе улыбнулась. «Что вы хотели?» Спросила она. «Пришла сказать, что пару недель назад у меня с твоим мужем была интрижка. Всего две ночи мы провели вместе, а он меня бросил ради тебя. Сказал, что любит тебя, так что ты уж его береги». «Я пришла сказать, что пару недель назад у меня с твоим мужем была интрижка. Всего две ночи мы провели вместе, и он меня бросил ради тебя. Сказал, что любит тебя, так что ты уж его береги». А я пришла сказать, что проиграла и ухожу навсегда. Марианна ушла, оставив Марину в растерянных чувствах. Она устала ждать возвращения Бориса и решила насолить напоследок той, из-за которой все сорвалось. Она не могла просто оставить все как есть. Надо было сказать ему, что он бесплоден. Какое ей было дело? Он не знал, а они разводились. Марианна винила во всем бывшую жену Бориса. Осознав, что все кончено, решила отомстить. Благо Марина никогда не видела любовницу мужа. Она была прикована к постели. Наговорив ей все это, Марина пошла праздновать свою победу. Пусть она осталась одна, но и соперница тоже не будет счастлива. Марина же просто села на диван и стала вспоминать. Коля дважды задерживался на работе допоздна. Как раз в то время, когда она сказала. Значит, это правда? Ей стало казаться, что она видела холодок с его стороны. Он отворачивался к стенке, ссылаясь на простуду. Боялся ее заразить или было стыдно за измену? А что вообще она о нем знает? Мысли пожирали ее. Марина едва могла дождаться, чтобы он пришел. И сходу вылила ему все, что ей сказала блондинка. Я не понимаю, о чем ты. Не было у меня никого, только ты. Да и вообще, зачем мне кто-то другой? Даже в голову такое не приходило. Я люблю тебя. Просто признайся, пожалуйста. Я обещаю подумать, чтобы простить тебя. Да почему ты веришь постороннему, незнакомому человеку, а не мне? Я что, давал повод во мне сомневаться? Коля злился. Что вообще происходит? Кто та девка, что наговорил ей весь этот бред? Я ведь не знаю тебя, сказала она. Ей было страшно. Выходя в свое время замуж за Бориса, казалось, что это навсегда. Она верила ему. И когда услышала, что он с другой, прямо за стенкой, когда она в таком состоянии, ей хотелось умереть. Конечно, это не прошло без следа. И сейчас она стала сомневаться во всех. Не доверяла больше никому. Лучше подумай, зачем она пришла сюда и все тебе рассказала? Может, у тебя есть недоброжелатели? Может, проськи конкурентов? Мы ведь многих обошли в нашем деле. Он пытался сгладить углы, но Марина уже не могла себя сдержать. Она расплакалась. Это все ты. Ты такой же, как все они, как Боря. Уходи. Не прощу тебя никогда. Тебе даже не хватило мужества признаться. Ненавижу вас всех. Коля повернулся и ушел в том, в чем был. С ним был рабочий портфель. В нем зарядка, телефоны и немного наличности. На эти деньги он купил еды и отправился в свою старую лачугу. Открыл дверь и вошел. Сколько он здесь не был? Больше полугода. Теперь за окном было уже не так холодно. Но он все равно зажег отопление. Вскоре стало тепло. Ходить в костюме неудобно, и он полез свой шкаф. Там была его старая потрепанная одежда. Коля переоделся и встал перед зеркалом. Теперь он выглядел лучше. Аккуратно пострижен, гладко выбрит. Кого ты обманываешь? Ты почти бомж. Какой из тебя бизнесмен? Марина? Тебе ее не потянуть. Вышвырнула тебя, как котенка. Может, ей никто ничего и не говорил, а просто ты ей надоел. Богачи другие. Их не понять таким, как ты. А им никогда не понять тебя. Сказал он своему отражению в зеркале. Было больно и обидно. Хотелось плакать. Он скучал по ней. Но все же взял себя в руки. На следующий день пошел искать работу. Денег почти не осталось. Однако, он ничего не нашел ни в тот день, ни на следующий. А когда от голода стала кружиться голова, Коля отправился на рынок. К Игорю. Вернулся? Знал, что придешь еще. Сказал он. Мне работа нужна. Я ведь хорошо справляюсь, ты знаешь. Смотреть на него было тошно. Палец сросся, но до сих пор побаливал. Знаю. Ладно. Пойдешь к палаткам у восточной стены. Там работать некому. Игорь посмотрел на него с презрением и ушел. Он дал ему лавки с самым тяжелым товаром. Разгружая их, непременно вспотеешь. А если холодно, то это грозило моментальной простудой. А еще сорванной спиной. Коля разгружал там товары неделю. В тот день лил дождь. Он все время думал о Марине. Вспоминал ее. И было больно на душе. А всю боль он вымещал в мышцах. В итоге их ближе к вечеру все-таки поднялась температура. Игорь не обманывал с деньгами и это радовало. Но смотрел на него, как на блохоство пса. И ему было даже не стыдно. На следующий день Коля предупредил, что заболел. А работать-то кто будет? Нужна работа? Приходи. Или уволен. Коля сцепил зубы. Я приду. Он весь день работал с температурой. Получив деньги, отправился домой, но почувствовал себя дурно. Сел на лавочку на остановке и задремал. Жар был очень сильным. От рабочего дня на ногах болело все. Казалось, что сейчас он просто упадет и больше не очнется. Било зуб. Хотелось согреться, но не было сил встать. Спустя час к нему подошла женщина. Она была молодая. На поводке у нее был весьма дружелюбный и лохматый песик. А рядом маленький ребенок, очень похожий на маму. От высокой температуры Коля почудилась, что рядом с ним Марина. Женщина была похожа на нее. Марина, ты пришла? Вам плохо вызвать скорую? Очень плохо. Да, без тебя. Незнакомка почувствовала, что от него не пахнет спиртным, а только звездочкой. Это его единственное лекарство в тот день. Я сейчас вызову скорую. Кажется, у вас жар. Тут Коля понял, что перед ним неизвестная женщина. Не звони. Дай мне умереть. Я не хочу больше так жить. Меня ведь прогнали как пса. Обвинили в том, чего не делал. Бросили и предали. Ты ведь не хотела бы жить, если бы с тобой так поступили. Она улыбнулась. Я бы хотела. У меня сын есть, Джек, наша собака. Ну, как они без меня? Наверняка и у тебя есть кто-то, ради кого стоит жить. Коля помотал головой. Нет больше никого. Была только одна. Мариночка. Знаешь, она ведь даже хотела взять мою фамилию. А мы так и не поженились. Незнакомка все же вызвала врачей и спросила, в какую больницу его повезут. А на следующий день зашла к нему, принесла апельсины. Ему стало хуже. Врачи готовят к операции. Можно зайти к нему, но ненадолго. Сказала пожилая серьезная медсестра. Женя нахмурилась. Она отвела Петю в садик и заскочила в больницу проведать спасенного. Ей показалось, что он очень одинок. И хотелось поговорить с ним, возможно, чем-то помочь. Она не хотела, чтобы он от одиночества совершил что-то непоправимое. Обычно Женя так не поступала, но увидев его, почему-то ей стало его очень жаль. Женя вошла в палату, и Коля снова на секунду почудилась, что пришла Марина. «Боже, как ты похожа на нее!» Он сказал это, и внутри стало больно. Коля едва мог дышать, а он был очень слаб. «Пришла навестить тебя. Ты меня вчера здорово напугал, сказав, что не хочешь жить. Ты молодой еще, все наладится. А если нужна будет помощь, можешь взять мой номер телефона. Могу помочь с работой. Денег у меня немного, я ведь работаю учителем младших классов, но если нужны лекарства, я помогу. И накормлю. Знаешь, это не жалость, просто у меня тоже были тяжелые времена. Меня муж бросил одну с ребенком. Ему было всего четыре месяца тогда. Я выросла в приюте, родители от меня оказались, и я тоже совсем одна в этом мире. Коля слушал ее смущенно. «Я не смогу записать твой номер. Мой телефон разрядился, зарядки с собой не было. Я ведь так и не попал домой. Но если выживу, то буду здесь. Приходи, поговорим. Если буду живой, то, может, я помогу тебе, чем смогу. Ну, знаешь, там, гвоздь забить или с собакой погулять. Ты, похоже, вчера спасла мне жизнь. Я тебе обязан». «Меня зовут Женя». «Коля». Женя улыбнулась. «Тогда я зайду еще. Ты будешь жить. Мне врачи сказали, что у тебя ничего серьезного». Соврала она. Коля поверил ей. И ему стало спокойнее. Спустя час ему откачали жидкость из легких. Он лежал в палате, отходил от наркоза, когда в коридоре больницы раздавались глухие удары каблуками о кафель. Это Марина, узнав, что Коля в больнице шла его навестить. Когда она узнала, что беременна, мысли в ее голове поменялись. Кто была та женщина и что ей вообще было нужно? Случайно она встретила на улице Бориса. Он сказал, что скучает, что прогнал бывшую, которая врала ему про ребенка. «А у тебя случайно не осталось ее фото?» Спросила Марина. В ее голову закралась мысль. А вдруг это она приходила? Боря нашел ее профиль в соцсети и повернул телефон экраном к ней. Марина скользнула глазами по фотографии красивой блондинки и тут же все поняла. «Ладно, я за все тебя прощаю. Будь счастлив», сказала она и радостно его обняла. А затем повернулась и побежала. Она стала звонить Коле, но не дозвонилась. Стала искать его. Пришлось обратиться к знакомому в органах. Когда он перезвонил, Марина уже приготовила речь. Хотела попросить прощения, помириться и рассказать, что скоро Коля будет отцом. «Николай Калугин в больнице. У него операция. Адрес запишешь?» Произнес в трубку ее знакомый. Марине стало дурно. «Она виновата. Она ему не поверила. Ну, как она могла так с ним поступить? И без нее. Он заболел». Марина мчалась к нему так быстро, что едва не попала в аварию. Твердила себе. «Все будет хорошо». Когда ей разрешили войти в палату, Коля только-только стал отходить от наркоза. Она запытала до смерти всех врачей, расспрашивая каждую мелочь о состоянии его здоровья. «Да будет он жить, успокойтесь», — ответила ей врач, дежурившая в тот день. Сейчас Марина стояла в палате, в белом халате, бахилах и шапочке и смотрела, как ее любимый мужчина открывает глаза. «Женя, ты пришла?» — спросил он. «Какая еще Женя?» — не поняла Марина. Коля подкинулся, поморщился от боли. В его руках были капельницы. После наркоза мутило, но он четко видел, что перед ним была она. «Это ты?» «А, Женя. Она просто шла мимо и вызвала мне скорую. Я не изменял тебе никогда», — сказал он обиженно. Марина расплакалась. «Я знаю. Наверное, у меня начались гормональные изменения, и я психанула. Я такая идиотка. Так с тобой ужасно поступила. Если бы не ты, меня бы не было в живых, а я тебя прогнала. Не прощай меня. Прогони. Нет, прости меня, пожалуйста, я не могу без тебя». Коля улыбнулся. «Иди ко мне». Марина опустилась к нему. «Я так скучала. Это все бывшая Бориса. Решила, видимо, что я разбила ее счастье. Я просто умираю от стыда и вины перед тобой. Как мне загладить свою вину?» «Я тебя уже простил. Просто постарайся научиться мне доверять», — сказал он. «Ладно. Но в свое оправдание могу сказать, что я беременна от тебя. Я ужасно беременна. Просто на все сто. Меня тошнит, и у меня перепады настроения». Коля удивился. «Беременна? Серьезно? А тебе можно быть беременной?» Он боялся за нее. «Ведь она только-только заканчивала терапию». «Можно. Врачи сказали, что сейчас все хорошо. Беременность даже может благотворно сказаться на работе эндокридной системы, и все стабилизируется. Ну, конечно, риски есть, но я буду все время под контролем врачей. Больше, чем другие беременные». «Это же так здорово», — сказал Коля. И это было чистой правдой. Он был просто счастлив. Еще несколько дней Николай оставался в той же больнице. Марине это надоело, и она пригласила своего врача, чтобы он осмотрел любимого и разрешил ему поехать домой. Доктор велел оставаться под наблюдением еще несколько дней, что расстроило Марину. Но деваться было некуда. Тем не менее, Коля шел на поправку. И все же перенес тяжелую пневмонию. Ему продолжали откачивать жидкость. Нужно было подстраховаться. Однажды в больничном коридоре Марина таки встретилась с Женей. Узнав, кто она, Марина стала ее благодарить, а Евгения смотрела на нее все время как-то странно. «Почему ты так смотришь на меня?» спросила Марина. «Мне кажется, я знаю, кто ты», — ответила Женя. Марина нахмурилась. «Многие в городе знали ее семью». «Ты моя сестра», — сказала Женя. И брови Марины поползли наверх. Всю жизнь ее отец пытался найти своего первого ребенка. Его жена, мама Марины, родила рано. Очень рано. Они оставили малышку в приюте, а когда собирались найти, было уже поздно. След простыл, все перепуталось. В итоге Женя выросла в приемной семье. Но когда ей было 15, они погибли, и она снова оказалась в детдоме. Пока приемные родители были еще живы, они помогли ей найти своих родных. Женя тогда была в шоке. Ожидала, что они окажутся алкоголиками или кого хуже, а они были самой влиятельной семьей в городе. Хотела прийти к ней в гости и сказать «вот она я». Но боль взяла верх над желанием обнять отца и мать. А ведь они отказались от нее, не хотели ее. Она не знала, что они искали дочь, что жалели о том, что оставили в приюте. В итоге она просто наблюдала за их жизнью со стороны. Знала она и про Марину, но не искала встречи. Марина тоже была в курсе, что у нее где-то есть сестра. Но даже со связями отца ее не смогли отыскать. В документации был страшный бардак. В компьютер тогда еще информацию не заносили, а пожар уничтожил многие важные записи. «Это ты?» Марина смотрела на Женю с любопытством. «Я?» «Я не навязываюсь и вообще не думала, что мы вот так с тобой столкнемся». «Боже мой, мы ведь тебя искали. Родители очень хотели тебя найти. Искали меня?» Марина и Женя сели на кушетку в больничном коридоре и проговорили несколько часов, пока их не прервал Коля, который вышел из палаты. Когда он появился, Женя и Марина принялись наперебой рассказывать ему, что являются родными сестрами. «Так не бывает», – сказал Коля. Когда его выписали, Марина и Женя забирали его вместе. Марина сильно привязалась к своей сестре, спрашивала у нее, как протекала ее беременность, что она чувствовала. Они пытались наверстать все те годы, что не знали друг друга. А кроме того, Марина просто обожала Петю, своего племянника, и баловала его, как только могла. Затем поделила все накопления поровну. Все деньги, что получила, обналичив те ценные бумаги из комода. Женя возмущалась, не хотела принимать. «Это даже не обсуждается. Папа бы именно так и поступил. У нас теперь всеобщее, поняла? Они тебя искали. Мама очень мечтала тебя найти. Так что я тебе возмещу все то, что не смогли они. Ты и наследница». Женя перед этим настояла на том, чтобы они провели тест ДНК. И только когда пришел положительный результат их с Мариной родства, она приняла помощь сестры. Став богатой, Женя осуществила свою мечту. Открыла частную школу по удаленному обучению. И стала работать с детьми дистанционно. Ведь альтернативное образование набирало обороты. Вышел закон, по которому ходить в школу лично стало необязательным. Женя учила детишек, которые хотели получить образование дома. Дела у нее шли в гору, прибыль была хорошей. «Да, у тебя отцовские гены», – сказала Марина. «Он ведь был бизнесменом от бога. Вот и у тебя получилось с первого раза. Умничка, горжусь тобой». Женя часто вспоминала, как вызвала скорую незнакомцу и как этот поступок изменил ее жизнь. Они дружили с Колей, и он, как и обещал, помогал ей по дому. Только не с прибиванием полок, а с переездом. Женя стала сдавать свою маленькую квартирку, что досталось ей от государства, как сироте. А себе купила жилье поновее и побольше. Коля и Марина продолжали работать вместе, бок о бок. Марина долго корила себя за тот поступок и боялась потерять его. А Николай простил ее моментально, потому что сильно любил и понимал, что обжегшись на молоке и на воду дуешь. Их компания процветала. Борис навсегда исчез из жизни Марины. Переехал за границу к своим родственникам и начал жить сначала. После того, как Марина его простила, ему как будто стало легче это сделать. А вот Мария Анна... Она слышала, что ее ложь сработала, и Марина с Колей расстались. Тогда она очень радовалась своей победе. Решила, что нужно найти нового дурачка и окрутить его. И в клубе ей как-то встретился красивый спортивный мужчина. Она не знала, что он за человек. А вскоре Мария Анна поняла, что действительно забеременела. Ее парень ребенка не хотел и жениться не собирался. Он был из семьи криминального авторитета и пригрозил, что убьет ее, если она станет что-то от него требовать. Она не знала, что есть такие жестокие люди, перепугалась и пошла на прерывание. Только вот ей сказали, что срок уже слишком большой и есть противопоказания. Пришлось рожать. Мария Анна договорилась, что отдаст ребенка бездетной паре, но родив, поняла, что не сможет. Она осталась одна, с малышом на руках. Сильно поправилась, заедая одиночество и тоску сладостями. Благо, помогали родители. Вскоре пришлось устроиться продавщицей в местный магазинчик. Больше на нее не засматривались приличные мужчины. Но она была счастлива по-своему, ведь у нее был любимый сын. У Коли и Марины же родилась девочка, долгожданная дочь. Назвали ее Элиной. А пока Марина была в декретном отпуске, вся работа легла на плечи Коли. Он и забыл, что когда-то работал на Игоря. Поэтому, встретив его в своем кабинете, был крайне удивлен. Но Игорь изумился еще больше. Он пришел к местному бизнесмену договориться о сотрудничестве. Бизнес Игоря висел на волоске. И только сотрудничество с такой компанией, как у Николая и Марины, могло стабилизировать его дела. Я так понимаю, ты мне не поможешь, да? Но ведь бизнес и личные нельзя смешивать. Ты же профессионал, Коль. Кроме того, я выручал тебя много раз, помнишь? Всякое между нами бывало. Давай оставим в прошлое все, и ты просто выслушаешь мое предложение. Ну и примешь решение, как профессионал, а не грузчик с рынка. Коля понимал, что Игорь пытается его умаслить. Он потер палец, что когда-то был сломан с подачи товарища. А как мне вести дела с человеком, который нанял здоровых амбалов, чтобы меня избили? Не хочу иметь с тобой дел. Уходи и не попадайся мне на глаза. Ну что ж, когда опять разоришься, то не проси у меня работу, сказал Игорь, уходя. Не приду. Теперь территория рынка будет принадлежать мне, сказал он. Игорь понял, что именно Николай выкупил территорию. И он, по сути, пришел к тому, кто разорил его скромный бизнес. У Коли не было цели сделать это намеренно. Сделкой занималась Марина еще до декрета. Игорь был лишь арендатором, а фирма расширялась. Планировалось купить участок для торговли и сдачи в аренду. И территория рынка как раз подходила. Игорь ушел. И больше Коли его не видел. Они с Мариной расширяли бизнес и теперь мечтали о сыне. Чтобы маленькая Линя была не скучна. А кроме того, Коли всегда мечтал о большой семье. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать мне кнопкой палец вверх. Для вас один клик, а для меня это очень важно. Спасибо заранее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!